Бонджорно! Добрый день всем из Падвы! Сегодня хочу сделать небольшую историческую экскурсию, поскольку Падвы это старинный и красивейший город, но, кстати, он как-то не находится в туристическом круге, и мало кто про нее знает, хотя она заслуживает не меньше внимания, чем, например, Ференция, Рим, и тем более Милан. И сейчас здесь, конечно, очень-очень много мест, о которых нужно рассказывать, но начнем по порядку, начнем с самого начала. Мы сейчас находимся на мосту, который находится в самом центре. Вот если мы смотрим вперед туда налево, это у нас будут там статионы, это вокзал для поездов, и это прямая улица, она проходит вот по этому мосту и ведет прямо в центр. И центр мы уже можем видеть отсюда. Падово город не очень большой, маленький, можно сказать, но он очень уютный. Вот трамвайчик прошел, и он очень уютный, очень милый, и здесь очень много архитектурной, исторической ценности, очень много соборов, базилик, и все, что заслуживает туристического внимания. И просто красиво. Значит, это мы сейчас находимся, это речка, это рукав Бакильоны. Вокруг Падовой две реки, Брента и Бакильоны. И вот это вот рукав Бакильоны. Они были всегда судоходными. Падова всегда была город на воде, водный город. И, естественно, здесь была торговля, вон сообщается, с Венеции. И из Венеции приплывали торговые суда, барки, как их называют, лодки. И, естественно, где есть судоходство, нужны импорты. И вот мы сейчас пойдем, видите, у нас вот по эту сторону видно порт, самый первый, один из первых портов, который был построен здесь, вот в центре Падовой. И мы сейчас туда пойдем, посмотрим все и разглядим как следует. Но сейчас вот, значит, мы видим вот это место, где эта речка. Сделали канал, который был проходим для того, чтобы лодки могли войти в город. Потому что вся Падова же была окружена стенами. И просто так нельзя было въехать или войти в город. Все было окружено стенами. И вот этот порт, этот канал, который давал возможность проходить торговым судам, торговым лодкам, центр Падовы. Вообще город Падова, он еще старее, скажем, чем город Рим. На 431 год он был основан раньше Рима. И первые поселенцы Венето прибыли по морю. И основались здесь, на этой вот Падаванской долине. Ей было в данном названии, Падаванская, по названию реки По, которая здесь есть. А река По по-латински называется Падус. И в результате вот это появилось название Падуя. И по-русски она везде пишется Падуя и произносится Падуя. Но вообще по-итальянски везде написано Падова, и мы привыкли называть ее Падова. В общем-то, как ни называй, она все равно остается Падуя. И вся красота остается вся та же самая. Вот это, на той стороне мы видим там вот это красивое очень место, фонтан. И весной здесь вот эти деревья, которые там, это четыре магнолия огромных. И они когда цветут белым, просто шикарно. Ну, и сейчас мы вот посмотрели здесь вот это место, где этот канал соединяется с речкой. И пойдем посмотрим, что до этого старинный порт. И вот мы зашли с другой стороны. Как вы видите, вот этот канал, который мы видели, соединяется. И, значит, он заходит в центр города и проходил по речке в центр. Сейчас эта речка, этот канал перекрытый, он закрытый сверху улица. Но, значит, раньше это было открыто. Здесь есть система шлюзов древнейшая, как вы видите. Видите, осталось все это с тех времен. Вот, все уже, конечно, в нерабочем состоянии. Но когда-то это все работало. Как видите, здесь была система шлюзная, которая, кстати, была построена по рисункам Леонардо да Винчи. Можете себе представить. Здесь вообще очень интересно в Италии. Вот это вот все имена, которые для меня раньше были какими-то далекими и как бы почти несуществуемые. Здесь все это, все эти люди жили. Все Леонардо да Винчи, Петрарко. Все они жили здесь, были абсолютно реальными людьми. Вот, видите, система шлюзов, которая использовалась для того, чтобы перекрывать канал. Вот, видите, эти двери. Они закрывались и открывались вот по этим, по этим, как их называется, я не знаю точно. В общем, это, значит, вот это была система шлюзовая первая. И это было все, значит, сделано на основании проекта Леонардо да Винчи. И построен он был, называется он, порт Кантарини. Кантарины, это была богатая семья, которая построила этот порт для того, чтобы упорядочить, для того, чтобы также взимать плату. Это была таможня. И, естественно, лодки должны были платить дань, чтобы войти в город. А это была построена пьеза. Это маленькая церковь, которая называется церковь Святой Марии, покровительницы лодочников Баркароли. Вот, и она была построена позже. И она была построена, вот, посмотрите, здесь даже написано 1723 год. И реструктурато допа в 1968 году. Вот здесь, смотрите, есть такие два окошечка, два таких отверстия. Это Перемозина написано. То есть это для пожертвования люди, любые люди, кто хотел, мог, значит, бросить туда деньги. И это были пожертвования для содержания этой церкви. И вот сейчас мы посмотрим там колокольня. Она тоже очень особенная, потому что она сделана в стиле барокко. И таких колокольней немного у нас в Падове, всего четыре, еще в трех других кьезах. В общем, эта церковь маленькая, но в ней, кстати, происходят еще службы. И это вот церковь, покровительница лодочников. И она очень маленькая, но она очень знаменитая и имеет, конечно, свою историческую ценность. А, да, тут еще есть одна интересная вещь. Вот здесь сбоку, значит, здесь на камне выгравированы были правила. И здесь были сколько, значит, должны платить в зависимости от того, какой товар, сколько товара, какая большая барка или нет. И вот здесь вот все это было написано, все правила, все цены, не просто на бумаге, а вот прямо здесь на стене. И написал это, значит, вот, видите, капитан Франческо Коррер. И эти правила, естественно, соблюдались всеми моряками. Так что вот такое интересное место в самом центре Падавы. Оно, как бы сказать, абсолютно, так скажем, незаметное. И я думаю, что 90% падаван, людей, которые всю жизнь живут в Падаве и, в общем, даже не знают всей этой истории своей. К сожалению, люди действительно очень-очень мало интересуются своей же историей, своего же города. Мне почему повезло? Потому что мой муж, он занимается просто вот ради удовольствия гиды и проводит экскурсии. Но он все время в Волонтарии, все время, значит, все бесплатно. И поскольку я много раз, он организовал экскурсии для своих друзей и для тех, кто хотел что-то узнать новое о своем городе, или кто приезжал сюда, и он рассказывал. Поскольку я с ним много раз ходила, то, естественно, я все это слышала и запоминала. И я считаю, что это очень интересно. И решила сделать такие маленькие видео именно об исторических местах, которые проходят все и не знают даже, что это такое. Так что вот сегодня мы с вами посмотрели вот это замечательное место, Это церковь Санта Морииды, покровительница лодочников Баркароли и с этим вот замечательным куполом в стиле барокко. И сегодня посмотрим, может быть, еще что-то, какой-то интересный уголок. Вот такой рассказ о старом речном порте в городе Падово. Всего доброго!